Это, как ты правильно говоришь, Матвей, крайне сложный вопрос на сегодняшний момент для наших стран. Я уже не раз высказывала свою позицию по Крыму. Я действительно считаю, что по международному праву Крым украинский. Но сегодня мы уже находимся в той ситуации, когда там живут живые люди. И мы должны тоже признать тот факт, что сегодня люди, многие из тех, кто живет в Крыму, ну, скажем так, относятся к Украине с опаской и хотят быть частью России. И этот факт должна признать не только Россия, но и Украина тоже. И мы должны вместе решать, что мы будем делать с этими двумя миллионами людей. Это их жизни, и решать вот это вот так за них, вначале забрать, потом отдать невозможно. На мой взгляд, рецепт здесь может быть один. После смены власти в России в течение нескольких лет должен быть организован и проведен большой международно признанный референдум, на котором те люди, которые живут в Крыму, смогут сами определить свою судьбу. Мне кажется, что в конце концов, на сегодняшний момент, это уже тот вопрос, который должны решать люди, которые там живут. Ксения, я хотел бы уточнить. Дело в том, что то, о чем ты сейчас говоришь, можно решать двумя путями. Первый путь – это вначале возврат отторгнутых и оккупированных территорий Украины, то есть восстановление статус-кво. Восстановление того порядка, который был до этой агрессии. Во всяком случае, Украина считает, что это так, и международное сообщество считает так. Могу ли я понять твои слова, что ты, прости, спрашиваю прямо, не предполагаешь сначала возврат, а потом этот, наверное, референдум, о котором ты говоришь, а имеешь в виду, что территории возвращаться не будут, а будет на них проведен просто референдум? Я отвечу тебе так же прямо, как ты меня спрашиваешь. Матвей, моя главная цель на сегодняшний момент – это свергнуть тот режим в России, который существует. Через выборы, через возможность людей участвовать в этих выборах и показать Путину, что мы не хотим жить в системе несменяемости власти, которая происходит. Вот что такое возврат? Как ты видишь возврат двух миллионов людей? Я не вижу, как это возможно сделать. То есть я пришла и говорю, вот забирай. Мне кажется, что это нереальная история, что эти люди молчат, или что они мне отвечают? Ну хорошо, я пойду. Поэтому давай говорить вот прямо. Если моя главная цель – это сделать так, чтобы у нас в стране изменилась власть, любой человек, который является политиком в России сегодня, и Россия – это моя страна, те люди, которые на меня смотрят, следят за моей политической деятельностью, это мои будущие избиратели, ни один политик сегодня не может прийти сюда и сказать, знаете, нет, мы вот сейчас возьмем и вернем этих людей и Крым в Украину. Потому что, ну это и невозможно сделать, и сделать так может только диктатор, потому что это абсолютно диктаторское, опять же, решение. И это заводит в нас еще в больший тупик. Поэтому, конечно, сейчас уже в сложившейся ситуации, которая неправильная, и которая, если бы я была президентом на момент этих решений, никогда бы не были приняты, но на сегодняшний момент единственный компромиссный выход из ситуации – это международный референдум, а не возвращение к изначальному статус-кво, которое просто уже невозможно. И нам всем, на мой взгляд, надо понять, что компромиссы важны. Да, мы можем бесконечно выяснять, кто прав, кто виноват, кто агрессор, как мы попали в эту несправедливую ситуацию. Но это нас ни к чему не приведет. Это неконструктивно. Вот сейчас уже такая ситуация. И даже если Путин не останется у власти, а проголосуют за другого человека или свергнут его режим, эта ситуация уже останется. Вот встречный вопрос Матвею. Вот для тебя что важнее – территория Крыма или 2 миллиона человеческих жизней? Для меня важнее, хотя я не баллотируюсь в президенты Российской Федерации, это соблюдение международного законодательства, собственно того, из-за чего на Россию наложены санкции. Безусловно. Для меня тоже это важно. Люди, которые жили в Крыму, они как-то жили на украинской территории, когда Крым был украинский, во всяком случае украинцы считают и сейчас, что он украинский. После этого он был забран, а теперь позиция Ксении Собчак такая. Там живут люди, и мы не будем возвращать эту территорию, а будем у людей спрашивать, кем они хотят быть. Понимаешь ли ты, Ксения, как номинально будущий президент Российской Федерации, в чем я тебе безусловно желаю успеха, что международное сообщество не поймет и никогда не согласится с такой постановкой вопроса, что твоя позиция позволяет у любой страны отобрать любой стране любую территорию под любым предлогом, после чего предлагать международный референдум, не отдавая назад эту территорию. Понимаешь ли ты, что ты предлагаешь новые условия игры, которые, если будут приняты, будет перекраиваться вся Европа, если не весь мир? Как ты считаешь, согласится ли международное сообщество, а ты как номинальный президент, безусловно, будешь руководить внешнеполитическим блоком, согласится ли международное сообщество с этим? Матвей, я, как и часто в моей компании, призываю только к одному, компромисс. Во-первых, я хочу уточнить по тому, что ты сейчас сказал, что ты не совсем корректно трактуешь события. Все-таки санкции, давай будем объективными, были наложены на Россию не после аннексии Крыма, а после Боинга малазийского. Вот все-таки это точка отчета. Это во-первых. Во-вторых, когда я говорю о референдуме, я говорю о международном референдуме. То есть это не только жители Крыма, это и жители Украины, и жители России будут решать судьбу. Это в этом, собственно, и есть компромисс этой территории. И сегодня мы живем в ситуации, когда, на мой взгляд, это единственный возможный компромисс. Да, для меня тоже ситуация с Крымом неприемлема, и я на сегодняшний день единственный российский политик, который об этом открыто говорит, и говорит достаточно жестко. Но она уже произошла. И сейчас любой политик, который будет говорить, мы сейчас возьмем и просто вернем это Украине, он вас обманывает, потому что это невозможно. Это популизм. Я не хочу быть популистом. Я хочу быть человеком искренним, но реально искать возможные решения этой проблемы. Учитывая, что мы говорим о живых людях, о территории, да, я с вами абсолютно согласна, нарушили международное право, поступили совершенно ужасно, поставили сами себя в ситуацию, в которой Россия оказалась изгоем. Я с этим абсолютно согласна. Но в этой точке мы должны искать компромисс. Мы не можем просто взять и вернуть события обратно. Ну, просто я не вижу другого развития события. Вот Россия говорит, все, Крым теперь не наш, из Донбасса мы уходим. Что будет дальше? Дальше наступит гражданская война. Это тоже, на мой взгляд, абсолютно очевидно. Потому что мы не можем поступать с этими людьми так, как будто они мячик в игре. Сегодня на нашей стороне, завтра мячик перекинули, он на чужой. Это живые люди. И давайте просто вот об этом тоже не забывать. Мне кажется, это вполне хорошее и компромиссное решение. Международный референдум с несколькими вопросами. Хочет ли Крым быть независимым? Хочет ли он быть частью России? Хочет ли он быть частью Украины? Это не лучший вариант решения. Но, на мой взгляд, он единственный возможный. Лучший вариант был вообще туда не лезть. Лучший вариант было не начинать эту операцию. И вот здесь я с вами абсолютно согласна. Но, к сожалению, политик тем является, поэтому он называется политиком, что он вынужден оперировать в тех обстоятельствах, в которых он вынужден оперировать. И надо сказать, что Путин оставляет нам сейчас такое наследство, что даже не Крым будет самой главной для нас проблемой. У нас огромное количество проблем.